Всем привет! Новый прибор появился в серии измерительных приборов ARINST. Я вам сейчас о нем расскажу. Это двухпортовый векторный анализатор цепей VNA-DL. Что такое векторный анализатор цепей? Это измерительный прибор, совмещающий в себе и антенный анализатор, измеряющий все основные параметры антенны, и измеритель амплитудно-частотных характеристик, и прибор, позволяющий настраивать различные фильтры, высокочастотные устройства, усилители и так далее. То есть это прибор, который необходим, если вы занимаетесь радиоконструированием, радиотехникой, постройкой приемников, усилителей, передатчиков, настройкой антенн и так далее и тому подобное. Этот прибор работает в диапазоне частот от 1 МГц до 8800 МГц, то есть почти до 9 ГГц. Соответственно, перекрывает весь коротковолновый диапазон, все радиолюбительские и профессиональные УКВ диапазоны радиосвязные, и в общем-то работает в большой части СВЧ диапазона. Прибор этот представляет из себя устройство, подключаемое к компьютеру с помощью USB интерфейса. Он не требует никаких внешних источников питания, но без компьютера он работать не может. То есть это, можно сказать, что приставка к компьютеру. Для подключения к компьютеру на корпусе прибора есть разъем USB типа B. То есть полноразмерный большой USB разъем, не какой-то маленький ненадежный microUSB, miniUSB, а именно большой разъем USB. В комплекте с прибором также есть кабель для подключения к компьютеру. Кроме этого разъема на корпусе прибора есть еще два разъема СМА, предназначенные для подключения исследуемых ВЧ цепей. Эти разъемы имеют тип СМА папа, но в комплекте с прибором также есть переходники, которые позволяют перейти от этих разъемов к разъему СМА мама, которые в основном и используются в высокочастотной аппаратуре. Никаких других разъемов, органов управления, ничего этого больше нет на корпусе прибора. Все управление происходит исключительно с помощью программного обеспечения. Так как прибор это двухпортовый, то виды измеряемых параметров это S11 и S21. Что это значит? Это значит, что исследуемое устройство может быть подключено к одному порту, к первому порту прибора. И он будет измерять все его параметры на этом порту. Либо устройство может быть подключено между первым и вторым портом, то есть как высокочастотный четырехполюсник, имеющий вход и выход. И тогда прибор будет измерять соответственно и прохождение сигнала через четырехполюсник, и отражение сигнала, и все параметры по двум портам. Максимальное количество точек сканирования или точек измерения 1000. Максимальная скорость сканирования 500 точек в секунду. Продается прибор вот в такой картонной коробке. В комплекте кроме самого прибора есть еще паспорт изделия. Это документ, содержащий краткую информацию об устройстве. Собственно сам прибор с двумя переходниками СМА и USB кабель. Больше ничего в комплекте нет. В отличие от всех предыдущих измерительных приборов из серии ARINST, этот прибор выполнен совсем в другом корпусе. Этот корпус не металлический, а пластиковый и имеет немножко большие размеры. В программном обеспечении можно наблюдать следующие виды графиков. Конечно же это диаграмма Смита и полярная диаграмма, что почти то же самое. График зависимости фазы отраженного и проходящего сигнала от частоты, график зависимости амплитуды отраженного и проходящего сигнала от частоты в линейных и логарифмических единицах. Конечно же график зависимости КСВ от частоты. Расстояние до неравномерности, то есть до точки повреждения в кабеле и потери в кабеле. В программном обеспечении можно наблюдать одновременно от 1 до 4 графиков. Причем пользователь может сам выбрать, как эти графики будут расположены один относительно другого и какие они будут иметь размеры. Конечно же на графиках могут быть отображены маркеры, показывающие значение на интересующих нас частотах. Причем на каждом графике маркеры могут быть свои. И так как прибор этот работает не автономно, а с компьютером, то объем памяти в нем, можно сказать, не ограничен. И маркеров этих может быть очень-очень много. Пользователь может сам выбрать, какой вид параметра он наблюдает на частоте, соответствующий маркеру, либо может включить режим авто, и тогда маркер будет показывать параметры, соответствующие выбранному типу графика. Также маркер может быть в режиме минимум или максимум, т.е. он будет устанавливаться на частоту, соответствующую минимальному или максимальному значению на графике. Вот так, например, выглядят параметры двухдиапазонной антенны ОПЕК, подключенной кабелем произвольной длины. Видно два резонанса на двухметровом и семидесяти сантиметровом любительских диапазонах. Абсолютно необходимая для векторных анализаторов ВЧ цепей возможность это калибровка. Т.е. прибор должен быть откалиброван перед началом работы с учетом подключенных к нему переходников, кабелей и так далее. Конечно же такая возможность есть. Мало того, так как прибор у нас работает под управлением программного обеспечения на компьютере, то каждый такой вариант калибровки можно сохранить в отдельном файле. Количество файлов, как вы понимаете, не ограничено. Тоже очень удобно. Естественно сами результаты измерений, т.е. графики конечно же тоже можно сохранять в файлы, можно их потом просматривать, сравнивать с текущими значениями измерения. Естественно этих файлов тоже может быть любое количество, так как прибор работает с компьютером, а не со встроенной какой-то памяти. Поэтому все очень наглядно, все очень удобно. Конечно в стационарных, в лабораторных условиях удобнее пользоваться прибором, именно управляемым с компьютера, а не маленьким автономным прибором. Который более удобен где-то в полях. Давайте посмотрим примеры работы прибора при подключении к нему разных устройств. Так выглядит амплитудно-частотная характеристика фильтра нижних частот с частотой среза 30 МГц. А вот так на графиках выглядит режекторный фильтр, настроенный на 145 МГц. И еще режекторный полосовой фильтр, который ослабляет полосу частот вещательного УКВ диапазона 88-108 МГц. А вот так выглядит график при подключении к кабелям произвольной длины антенны типа дискоконус. По схеме анализатор представляет из себя управляемый высокочастотный генератор, сигнал с выхода которого подается на порт 1. И супергетеродинный приемник с одним преобразованием частоты и аналого цифровым преобразователем, на вход которого сигнал подается либо со второго порта, либо с направленного ответвителя, который установлен между высокочастотным генератором и первым портом. И конечно же вся остальная обработка происходит в программе. Управляющую программу для компьютера можно скачать на сайте производителей прибора. Она там есть в открытом доступе. Ссылка на сайт есть в описании к этому видео. Интерфейс программы может быть как на русском, так и на английском языке. Это переключается в настройках, кому как удобнее. Если кому-то достаточно китайского нано-ВНА в качестве измерительного прибора в радиолюбительской лаборатории, то я хочу сказать, что это неплохо. Надо же с чего-то начинать. Но потом, когда вы разовьетесь, достигнете больших уровней познания в радиотехнике, то вам захочется более качественной измерительной аппаратуры. И вот такие приборы, на мой взгляд, это хороший вариант. Стоят они гораздо-гораздо дешевле, чем профессиональные измерительные приборы, например, Рода Шварц или Анрицу, которые стоят по 500 тысяч по миллиону и больше. Такие приборы по сравнению с ними очень дешевые, а качества у них вполне приемлемые для радиолюбительских целей. На этом все. Спасибо, что смотрели это видео. Конструирование каких-то высокочастотных устройств радиолюбительской аппаратуры без измерительных приборов практически как без глаз или без рук. Ничего не видно, ничего не понятно. Так что используйте различную измерительную технику, конструируйте, занимайтесь радиолюбительством, радиотехническим творчеством, смотрите мои видео, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте и Фейсбук. Здесь был Алексей Игонин. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова